Добрый вечер. Программа «После новостей» в студии Алексей Клешко. Наш гость сегодня руководитель Федерального агентства научных организаций, которое теперь уже все привыкли к аббревиатурам, уже ФОНО, Михаил Михайлович Хитяков. Добрый вечер. Добрый вечер. Михаил Михайлович, напоминаю тем, кто недавно живет в Красноярском крае, в недавнем прошлом министр финансов Красноярского края. В этом смысле наш Красноярец. Мы всегда следим за ними и их успехами. Но сначала про науку, кризис, о котором все говорят сейчас. Как он скажется на финансировании государством науки и научных организаций? В бюджете 2016 года было очень много дискуссий, пока этот документ готовился. Были разные сценарии, разные прогнозы. Но в итоге те решения, которые были приняты, на сегодняшний день зафиксировали уже по факту бюджет на фундаментальные научные исследования. На уровне прошлого года примерно 8% минус. Это сокращение меньше, чем общее уменьшение расходов федерального бюджета. В этом смысле научные статьи попали в такую категорию относительно защищенных параметров. Тем не менее, мы понимаем, что даже при таком, может быть, первоначальном сокращении бюджета, может быть, что-то будет в течение года еще дополнительно распределяться, в прошлые годы нам удавалось порядка 10-15% за год увеличить от первоначальных цифр. Мы понимаем, что необходимо проводить преобразование. Но подождите, тема преобразования, тема вечная для России, вечная для любых институтов, но для науки очень болезненная. Известно, что ваш приход в ФАНО, в самосоздание агентства, был неоднозначно воспринят научной общественностью. Как вам кажется, сейчас удалось преодолеть недоверие и выстроить все-таки диалог с академическим сообществом? Это непростой вопрос, и ответ тоже такой же. Мы много времени проводим вживую, встречаясь, общаясь и с директорами организаций, и с научными сотрудниками, обсуждаем все ключевые вопросы, как это принято говорить, развилки, которые стоят. Третий год фактически работы в этой системе координат показывает, что по всем ключевым таким вопросам мы имели общее мнение. Я могу сказать, что, например, вопрос по системе оплаты труда. Два года работала специальная рабочая группа. Здесь, кстати, мы взяли на вооружение тот опыт, который был в свое время в Красноярском крае апробирован, когда мы вместе с представителями научной общественности, с профсоюзными организациями детально каждое положение, каждый момент проходили, обсуждали. После этого было время, когда это было публичное обсуждение, все замечания выслушивались, и в итоге получились документы, которые на сегодня, на мой взгляд, достаточно неплохо работают, позволяют и мотивационную составляющую в коллективах обеспечивать, и проводить омоложение кадрового состава. Но тем не менее, Михаил Михайлович, в общем, брожения продолжаются. Появилась даже книга с громким названием «Убийство Российской академии наук». Ее автор, журналист Владимир Губарев был в сентябре 2005 года в нашей студии. Вот что он говорил о Васов, о Ное, о ситуации с наукой. Не могу не спросить про Вашу книгу, я ее специально взял в студию. Называется «На убийство РАН. Новейшая история науки в России». В описании книги написано, что даже если власть трубит сук, на котором сидит, даже если она без мозгов, это такое очень оппозиционное заявление. Почему не могу не спросить про РАН? Потому что сейчас ФАНО руководит бывший министр финансов Красноярского края Михаил Котюков. Вообще то, что происходит с РАН, с ФАНО, с наукой, какой диагноз Вы можете поставить? Он совершенно поставил. Костюков это тоже говорил, мы с ним встречались в Екатеринбурге на вручении Демидовских премий. Я сказал, что он очень смелый человек. Есть 300 лет существования Академии наук России. Это одна из немногих организаций, которая пережила все эпохи революции и так и остальное. Далее, все, что у нас связано, наши достижения нашей страны и русского народа, связаны с Российской Академией наук. Подчеркиваю, все достижения, во всех областях. Подчеркиваю, чем Россия сегодня может гордиться не чиновниками, не менеджерами, не нефтью и газом. Это все ерунда. Она может гордиться только наукой, только интеллектом. Когда мы говорим, что в Силиконовой долине работают русские специалисты, да. Но мы же сами туда отправили. Чиновники отправили их туда. Чиновники их выгнали из страны, по сути дела, не создав им здесь условия. Если мы пытаемся создать Сколково, перенести сюда их опыт, то это глупость. Потому что нельзя делать копии. Наука и искусство создают великую культуру народа. Это понимать нужно. А мы сегодня во главе у нас ставим чиновника. Да пропадем пропадом трижды. Ну, для меня, по крайней мере. Есть что ответить? Безусловно, научные институты и научные коллективы. В первую очередь. Это как раз та среда, в которой производятся, научные исследования происходят. И здесь же, в общем, рано или поздно происходят научные открытия. В этом смысле реформа, которая проводится, она имела принципиально важную цель. Академия наук, и мы об этом говорили с вами в этой студии год назад, получила новые функции, новые полномочия. Если до этого все усилия, фактически, полномочия Академии ограничивались только, ну, примерно, 700 научными институтами, которые были в ведении трех Академий наук, сейчас они переданы в ведение Федерального агентства, то сейчас Академия наук может работать со всеми научными коллективами страны. Их только в государственном секторе более тысячи, а всего, по статистическим данным, более трех с половиной тысяч. И Академия наук сегодня получила полномочия проводить экспертизу научных результатов, проводить оценку вот того самого научного потенциала, который есть в каждом коллективе. В этом смысле эти функции должны как можно скорее заработать. Я знаю, что в Академии наук ведется соответствующая работа, постепенно создаются необходимые регламенты, формы и так далее, но принципиально важно понимать один важнейший аспект этой проблемы. Совокупный научный потенциал всех научных коллективов, он, конечно, превышает тот потенциал, который есть в Российской Академии наук. Все-таки Академия наук это две тысячи действительно там наиболее состоящихся ученых. А в целом у нас в секторе исследования и разработок более ста тысяч человек трудится. Поэтому здесь очень правильно иметь с одной стороны систему взаимодействия понятную, а с другой стороны очень четкое распределение ответственности и обязательств, кто за какие вопросы должен отвечать. Когда принимается решение на глобальном уровне, стратегически, какие направления нужно поддержать, особенно в сегодняшних условиях, когда ресурсы ограничены и необходимо сделать ставку на ключевые прорывные направления, которые в перспективе будут создавать, например, новые отрасли, например, новые научные школы и так далее. Это нужно определить сегодня, имея серьезнейший уровень знаний по всем областям науки. Академия наук таким потенциалом располагает. И это как раз тот масштаб задач, который должен решаться. Ну, вообще говоря, европейские центры, академические, вообще научные, университетские, давно говорят о мультидисциплинарном таком эффекте для современной науки, что это вообще единственный способ выживания. Слишком много сегодня всего решается на стыке разных наук. Большинство открытий сегодня и большинство таких заделов, которые позволяют рассчитывать на появление совершенно новых технологий, они как раз появляются на стыке разных областей. Но для того, чтобы они появлялись, в каждой из этих областей нужно иметь серьезный потенциал. И сегодняшний, и перспектив исследований. Ну, есть еще у меня три вопроса, если можно, короткие ответы бы хотелось, Михаил Михайлович. Первый. Мы привыкли к тому, что Академия наук это все-таки седобородые старцы. При этом, вспоминая фильмы, то вспоминаем, что самые прорывные исследования совершали все-таки молодые в науке люди, в достаточно молодом возрасте. Скажите, как сегодня, с вашей точки зрения, возможно омоложение российской науки? Я знаю, что президент Российской Академии наук лично эту проблему старается решить. В этом году в Академии была проведена такая новация, были избраны профессора в Российской Академии наук, 500 человек, по академическим меркам в достаточно еще молодом возрасте, примерно 50 лет. Соответственно, это как раз тот потенциал, который должен в перспективе, я думаю, что пополнять ряды членов Российской Академии наук. А что вообще может задержать молодежь в науке сегодня? Вот, Алексей Михайлович, вот это второй и не менее важный, а, наверное, даже с учетом масштаба, более серьезный вопрос. Это развитие потенциала как раз тех самых научных организаций. Это задачи, которые решает фактически руководитель каждого института самостоятельно. Подождите, звучит очень красиво, развитие потенциала научных организаций. Что конкретно? Алексей Михайлович, вот я и хочу к этому перейти. Мы весь прошлый год и в прошлом году на Красноярском форуме, на молодежной площадке начали обсуждать подходы к формированию такой программы развития кадрового потенциала. Когда в каждом институте идет работа, где-то это начинается с аспирантских программ. У нас достаточно серьезный набор в аспирантуру. Я могу сказать, что если в целом по стране ежегодно в аспирантуру поступает примерно 16 тысяч человек, то больше двух тысяч это в научных институтах. И процент защит существенно превышает средние показатели по стране. Поэтому я могу сказать, что мы ежегодно здесь увеличиваем и набор общий, и я думаю, что результаты будут адекватные. Слово «набор» меня пугает. Готово ли сегодня государство предложить молодым ученым адекватную, например, заработную плату, чтобы они могли создавать семьи, рожать и воспитывать детей? Это вопрос абсолютно неоднозначный. Сегодня система платы труда и достаточно большой функционал по привлечению средств переданы в руки директоров и, собственно, коллективов научных институтов. Я могу сказать, что у нас уже на сегодняшний день есть такие коллективы, и их немало, в которых заработные платы в среднем по коллективу превышают те самые установленные указами президента 200% от средней по экономике регионов. И эти институты преимущественно находятся в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке. Чуть сложнее ситуация в центральных регионах. Пусть они нас пока не волнуют. А вот эта инициатива президентская по жилью для молодых ученых? Должен сказать, что не все, конечно, гладко. Мы получили фактически в 2014 году, уже ближе к концу года, переходящие объекты. Там фактически большое количество недостроенных домов было. В 2015 году нам удалось половину этого недостроя завершить. Мы недавно имели возможность передать ключи от нового жилья молодым ученым в Казани, в Екатеринбурге. А Красноярск когда появится на вашей карте? В Красноярске, насколько я знаю, вопрос по решению жилищных проблем решался так или иначе. Поэтому мы сейчас завершаем инвентаризацию всего жилфонда, который был на балансе наших организаций. Присваиваем ему статус служебного жилья и определяем совершенно прозрачный порядок предоставления сотрудникам научных институтов этих служебных квартир. Ну и теперь от быта вновь к науке. Мы удивительная страна. Если спросить отношение россиян к науке, оно безусловно уважительное. Но потом, как вы известны, поскребешь и азиата, под европейцев обнаружишь, так и здесь. Поскребешь и обнаружишь, что люди начинают говорить, кто-то говорит, что это на хлебнике, кто-то говорит о том, что наука у нас в отрыве от производства, они там все теоретики и никто не связан с практикой. Третьи говорят о том, что в науке много жуликов, а четвертые продолжают искренне верить и говорить, что там гении и люди, чьему мнению, безусловно, нужно доверять. Вот из этих четырех, например, позиций вы какой придерживаетесь? Все четыре позиции имеют право на существование. И каждая из них действительно в реальной практике может быть подкреплена. Наука, как любая другая сфера жизнедеятельности человека, привлекает людей разного склада. То есть есть место и героям, и подонкам? Безусловно, здесь есть и те люди, которые искренне, самоотверженно, с полной отдачей работают на получение научного результата. И это результат разный. Это есть фундаментальные исследования, там математик доказывает теорему, а на сегодня практического применения не имеет никакого. Но через 20 лет на ее основе может быть разработано совершенно потрясающее количество новых технологий. А может быть и через тысячу лет. А может быть и через тысячу. В фундаментальной науке ни один результат зря не пропадает, даже если это отрицательный результат. Исследовали, сказали, этого невозможно. Значит, следующие поколения понимают, это невозможно. Либо кто-то продолжает в очередной раз возвращаться к этому граниту и продолжать... Ну то есть вы так все-таки верите в лучшее, в доброе, в светлое? Безусловно. Спасибо большое. Нашим гостем был сегодня Михаил Михайлович Крюков, руководитель Федерального агентства научных организаций Российской Федерации.